Приветствую вас! Я не уверен в том, что вам понравится мой ответ, потому что он будет, наверное, немножко глупже, чем ваш вопрос, но я считал, что это необходимо раскрыть, потому что без этого Винник может полноценно заниматься любимым делом и, соответственно, реализовываться. Первый вопрос, который я хотел бы задать, заключается в следующем. Для чего вы хотите определиться в профессии? Чтобы что? То есть, грубо говоря, чего вы ждёте от профессии? Чего вы ждёте от работы? Чего вы ждёте от деятельности? Что вам нужно? Заработок, или реализация, или только реализация, или только заработок, или то и другое, вот, или вообще цель какая-нибудь ещё, может быть, другая, да, то есть, например, работать там, чтобы получить определённый опыт, или там, ну, какие-то ещё цели, короче, сейчас я не буду в это углубляться. Вот, определитесь, пожалуйста, вот именно со своей целью относительно того, зачем вы хотите работать, для чего вам это нужно, вот. Это очень-очень важно, для вас очень важно, в первую очередь. Дальше идём, значит, чтобы выбрать работу, да, то есть, чтобы работать, чтобы получать удовольствие от работы, необходимое соблюдение некоторых условий. Вот. И первое условие заключается в том, что работа должна, должна соответствовать вашим ценностям. Вот. То есть, вам нужно определить свою систему ценностей, которая, которая у вас, ну, должна быть, вот. Что вы ставите во главу угла, какую человеческую, культурную, традиционную ценность вы ставите на пьедестал, да, какие соответственно ценности вам и направляют, управляют и т.д. Вот. Что для вас важнее всего в культурно-историческом разрыве. Дальше. Работа должна соответствовать тому, что у вас получается уже всего-либо, либо ее должен характеризовать яркий живой эффект обратной связи. То есть, означает, что вы получаете от работы удовольствие именно в контексте процесса, а не в контексте результата. Результат вас особо не волнует. Вам нравится именно делать, а не все делать. Вот. Понятно, да? Зачем мне прячь? Дальше. То, что вы говорите о нейтральности своей к хобби, говорит о подавлении своих чувств и, возможно, о подавлении своего, ну, своего творческого, чувственного, импульсивного, спонтанта. Главного, интуитивного функционала. Соответственно, его нужно раскрыть. Этот функционал. Как раскрыть? Ага. Для начала, для начала, просто начните прислушиваться к своим чувствам. Прочтите книгу Федерико Первого за практикум по гистальтерапии. Вот. Она небольшая, там содержится исключительно упражнения. Прочтите. Это важно. Очень важно. Вот. Ну и дальше, соответственно, уже можно будет с этим работать. Вот это повышение вашего эмоционального интеллекта. Вот. Вы себе чувства подавляете. Вот. Примерно так. И можно вам ответить на ваш вопрос. Что-то я это вижу так, что вы выбираете для себя вид деятельности, работу, ну, скажем так, сейчас определенную, да, какую-то. Как-то в ней устраиваетесь, работаете. Вот. Консультируете с психологом, раскрываете себя. И уже дальше выбираете работу более осознанно. Вот так вот, мне кажется, наиболее оптимально будет вам поступить. Естественно, возможно, и другие варианты. То есть, если выбирайте сами, смотрите сами. Вот. Но, с точки зрения моей, как бы, это наиболее оптимально будет. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. И помните, что тесты, тесты не дают точного ответа, потому что не учитывают вашу индивидуальность. Тест это просто статистика. А на статистике есть погрешности, погрешности, которые иногда бывают очень-очень ощутимы. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.